Всем привет! Ко мне на тестирование попала механическая клавиатура от компании Red Square. Это модель Black Ice в укороченном варианте TKL, как раз специально для тех, у кого мало места на рабочем столе и кто ценит компактность и мобильность. Но если кому нужен нумпад обязательно, то есть и полноценная большая версия этой клавиатуры. В этом обзоре я постараюсь максимально сконцентрироваться и рассказать вам именно о потребительских качествах. Я скажу, чем она мне понравилась и не понравилась, ну и какие у нее есть преимущества перед конкурентами. Итак, Black Ice TKL сделана в форм-факторе Скелетон, и поэтому под кнопками можно разглядеть корпус самих переключателей, который тут специально сделан прозрачным, и сверху еще есть некое подобие линзы. Все это сделано, конечно же, для лучшего рассеивания света от подсветки. А она тут, кстати, одноцветная, и в Red Square выбрали белый цвет, потому что посчитали его максимально нейтральным и ненапряжным для работы. Эта модель максимально упрощена, и это такая прямо классика-классика. Тут нет многим ненужных макроклавиш, нет мультимедийных кнопок, хотя в старшей версии она есть, нет RGB-подсветки, и отсюда убрали даже индикаторы. Поэтому капслок и нумпад здесь загораются только тогда, когда их функция активирована. Все это сделано для того, чтобы предоставить вам максимально качественную механику за максимально доступные деньги. Выглядит Black Ice TKL супер просто и ненавязчиво, но при этом чувствуется, что за эти деньги постарались все-таки сделать качественно. Вся верхняя часть клавиатуры тут накрыта металлической анодированной пластиной. Корпус кнопок или кейкапов сделан вполне неплохо, они прочные и сделаны, кстати, с использованием двойного литья. В компании на этом делают отдельный акцент. То есть основной корпус отлит из обычного черного шершавого пластика, а сами символы уже из белого прозрачного. И этот второй слой как раз видно снизу. Благодаря этому символы не стираются, и подсветка на всем символе равномерная. Плюс этот белый пластик хорошо пропускает свет, так что она еще и яркая. Ну а если кому-то хочется чего-то необычного, то здесь можно настроить разные эффекты подсветки. Но само собой, самое удобное для работы это одноцветная статичная подсветка. Кабель тут в оплетке, он несъемный и довольно мягкий, так что он не будет у вас колом лежать на столе. У BlackEyes TKL стандартная раскладка, здесь длинный левый shift, F-клавиши не смещены, так что к ней вы привыкнете буквально за первый час работы. Переключатели механические здесь установлены личного производства Red Square с ресурсом на 50 миллионов нажатий. Но сделаны они на базе популярных ГТРО. В моем случае это браун или коричневые свечи. Какого-то разительного отличия от своей клавиатуры с переключателями Cherry MX Red, если вот специально не зацикливаться, не прислушиваться, я лично не заметил. Ну а так, если попытаться что-то улавливать, то немного другой звук нажатия, такой более сухой, более бархатный. Ну и немного более упругое нажатие. Все. Что касается моих личных ощущений, то клавиатура смотрится как нечто цельное и добротно сделанное. Она явно качественнее ощущается, чем легкие вот эти полукартонные по ощущениям мотоспид, на которые к тому же вы еще не получите гарантию и русскую раскладку при заказе из-за бугра. Но с другой стороны видно, что это конечно и не топ. С виду клавиатура очень простая, материалы какой-то дороговизной не отдают, некоторые клавиши дребезжат, ну и на некоторых кейкапах есть заусенцы. Ну а в целом мы получаем полноценную механику, которая ощущается как механика. Тут и четкие линейные нажатия, долговечные переключатели, стальная пластина сверху металлическая, ну и неубиваемые кейкапы. В общем, если бы она стоила около 3-3,5 тысяч рублей, то от меня это была бы твердая пятерка. А так за 4,5 тысячи рублей это хорошая четверка с небольшим минусом. Если хотите увидеть больше обзоров на игровую периферию, для вас специально вывел в правом верхнем углу плейлист с игровой периферией. Также заходите на мой канал, там еще много интересных обзоров. Ну а у меня на этом все, всем спасибо за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok